Они дебилы, у них испорчен мозг. Жри, сука! Нужно казнить всех наркоманов. И он идиот, и эти идиоты, и все идиоты. И в школу это обман. Я не знал, что он пидорас. Друзья, сегодня достаточно необычный выпуск нам предстоит сделать. Кроме того, что мы приехали к достаточно неординарному гостю, сегодня у нас аж три интервьюера. Кроме меня, это будет Никита и Александр, которые уже, можно сказать, являются стражами этого канала. Обязательно пишите в комменты. После того, как посмотрите выпуск, кто вам больше всех понравился, ставьте лайки. И обязательно, обязательно присылайте это видео друзьям. Герман Гулович, во сколько сегодня вы встали? Просто есть миф, что люди, ведущие крестьянскую жизнь, встают с первыми петухами, поэтому хочется узнать, это правда или нет вообще? Ну вообще встают люди, которые ведут крестьянскую жизнь, тогда, когда надо доить скотину. А когда надо доискать? Надо в зависимости от того, когда встает солнце. И когда солнце встает, уже нужно чем быстрее вы подойте скотину, тем быстрее выгонять, тем больше будет молока к вечеру, и тем больше у вас будет денег или сыра и всего прочего. И поэтому те, кто доит скотину, те встают рано. Те, кто не дует скотину, могут спать сколько хотят. ну зависимости от их дел то есть это привязано только скотине я сегодня скотину не доил я и как правило хожу на дойку потому что хотя бы для того чтобы попить парного молока но вообще это уже как бы не по срок службы не положено уже этим занимаются а сыновья и они это и контролируют работники у них есть и сами они дают и это уже их тема они встают раньше меня а магазина кем контролируется тоже то есть получается вы сейчас не верите сами свой бизнес практически нет все делают сыновья все абсолютно все по слободе делаются я уже давно уже года два в питере сейчас открывается ваш магазин и про нет в питере происходит час футлегерская доставка продуктов совершенно незаконная мы меняем места в городе продаем прямо с машины вернее доставляем те заказы которые заказывают слободе и люди получают прямо сумками нелегальную продукцию то есть они являются нашими соучастниками в нарушении всех нормативных актов по продаже продуктов питания в россии вы себя сейчас одна из клиенты наши соучастник конечно я тоже соучастник этому преступления это преступление торговать натуральными продуктами производить натуральные продукты это преступление законом запрещены натуральный продукт по закону который сейчас действует российской федерации во всех других практически странах мира я исключение не знаю продукция должна соответствовать ветеринарным требованиям, и так далее, и так далее. И поэтому она вся должна быть обколота, отравлена, отпрыскана, ну и так далее. Вот эту мерзость законную вы едите, а наши клиенты потребляют совершенно незаконную пищу, и мы совершаем с ними преступление ради наших детей, ради их здоровья, ради того, чтобы они не болели раками и диабетами, не опухолем, и для того, чтобы они, даже чтобы, даже дело не столько в здоровье, сколько, знаете, западло есть отраву, когда тебя обязывают есть отраву, ты обязан по закону есть отраву, жри, сука, травись, как крысы, и детей трави, по закону так положено. И вот все законопослушные граждане, они выполняют эти вводные, травят своих детей, мы к ним не относимся, мы футлегерам. То есть вы признаете, что ведете незаконную деятельность? Конечно, абсолютно. И готовы нести за неответственность? Конечно. Перед законом? Да. Ну как готовы? Пускай накладывают на меня эту ответственность, как могут и как хотят, а мы же будем решать проблемы по мере поступления. У нас же есть право на самооборону, мы же мужчины, нам от Бога дано это право. Пока нас никто не убивает, и мы никого не трогаем, все в порядке. Герман Львович, а почему переехали из Москвы? Ну потому что в городе очень плохо жить, но это знают уже все, по-моему, об этом даже не интересно говорить. Современный техногенный город, он не приспособлен для жизни, это он приспособлен, специально приспособлен для утилизации тех дурачков, которые там остаются. Потому что люди становятся лишними в результате автоматизации, роботизации, которые происходят во всем мире. Есть такая программа, называется программа устойчивого развития, разработана Британской академией наук. Если в двух словах, то это сокращение численности населения по всему миру в соответствии с их планами. Ну то есть лишние люди должны быть утилизированы. Инструментом для утилизации сейчас не концлагеря, как там времена Гитлера, а мегаполисы. Это такие большие концлагеря. Там травили в газовых камерах, а здесь травят магазинами, аптеками, бухлом химическим, наркотой, абортами, трансплантологией и так далее. И вот у вас так вот изводят. А вы там живете, изводитесь, утилизируетесь добровольно. Это ваш выбор. Полностью бы с вами согласился, но вы же сейчас сами живете в Питере периодически, насколько я понимаю. Я там не живу. Я там выполняю задачи нашего российского крестьянского собрания. То есть вы не относите себя к жителям Петербурга? Да нет, конечно. Я там, знаете, как Штирлиц возвращался в Берлин. Вот сегодня я также поеду в Питер. Скажите, пожалуйста, а есть ли, по вашему мнению, рай на земле? Нет, конечно. Рай есть на небесах. А как вам вообще сам Питер и петербуржцы? Как люди и как жители техногенного ада? Петербуржцы на меня производят очень хорошее впечатление. Несчастные люди, которых утилизируют, убивают. Ну их как вот в блокадном Ленинграде убивали там бомбежками, голодом. Сейчас их убивают отравой. Ну как в блокадном Ленинграде было множество прекрасных людей, так и в Питере сейчас, которые уничтожаемы всеми техногенами прибамбахами. Люди-то люди там уничтожаемы. Без бомбежек, без голода уже. Отравой. Теперь отравой. Тогда был голод, сейчас отрава. Ну как и все остальные мегаполисы. Множество прекрасных интересных людей, много общения. Много людей собираются валить с Питера. Ну как и с любого мегаполиса. Почти все мечтают об этом. Но многие уже в низком старте. Вот из тех, с кем общаемся. Куча народа еще берет у нас продукт. Надеемся, что уже в следующем году у них будут свои продукты. И мы это всячески приветствуем и помогаем таким людям. То есть желающие могут сюда приехать, заниматься к вам? Нет, здесь живет моя семья и работники. Где-то семейный хутор. Где угодно можно. Может поблизости, может где угодно. Может в других регионах. Это же не важно где. Важно, чтобы было на воле. Чтобы была чистая вода, свежий воздух, занятия для деток. Чтобы они вырастали нормальными людьми. Чтобы было поменьше дурного примера. Чтобы не было отравы вообще никакой желательной. Ну или хотя бы поменьше. Сейчас затронем период вашего студенчества. Скажите, пожалуйста, какие взаимоотношения у вас были с вашими одногруппниками, однокурсниками в МГУ? Обычные нормальные отношения. Многие из них потом были у меня в Алисе на разных должностях. Для тех, кто остался. Меня-то выгнали быстро. Меня выгнали с начала второго курса. А из-за чего выгнали? За то, что я сказал на семинаре профессора Золотопольского. Семинар по истории КПСС. Что истории КПСС это самая кровавая страница в истории человечества. И Золотопольский, он такой престарелый орденоносец был. Выбежал из аудитории с криком, что или я останусь в университете или вы. Но остался он. А чем было обусловлено это высказывание на семинаре? А он задал вопрос, он сам вспоминовал. Он задал вопрос, кто как может охарактеризовать одной фразой истории КПСС. Ну, я вот так охарактеризовал. А вот хотели у вас узнать, как вы можете в трех фразах охарактеризовать РПЦ? Одним словом, малыша церковь. Это обычные еретики. А кого вы вообще относите к еретикам, а не к православным христианам? Ересь это искажение догматов, вероучения. Догматы это истина в переводе с греческого истина. И там, где искажаются истинные вероучения, это есть ересь. Вот в РПЦ искажены истинные вероучения. Также у латын, у протестантов, у всех остальных еретиков. И бесчисленное количество. Их очень много всяких номинаций и конфессий. Чего их перечислять? Всяких извращенцев, не знаю сколько, от англикан до всяких литеран. А почему вас многие относят к староверам? С дуру. Люди просто неинформированы. Я не старовер и обычный православный христианин. Слава Богу. Так что не старовер. Староверы и РПЦ это близнецы-братья. Просто там разница в обрядах. Они называются старобряд, собственно. Разница в обрядах небольшая. А так они из одного и того же гнезда, из гнезда Никона и Авакума. Это же были близкие люди Никона и Авакума. Они поссорились в связи уже с обрядовой стороной слегка. И потом все слово за слово. Там люди горячие были. Но одного пришлось убить. А второй продолжил их общее дело. Но старобрядцы это те, которые остались при тех обрядах, из-за которых спорил Авакум. А так они оба птенцы греческой ереси, новой греческой ереси. Они крещены еретиками, рукоположены еретиками. Сами еретики, ереси учителя. То есть старобрядцы и никониане это одно и то же, по большому счету. Поэтому они так, в общем, довольно мирно живут. В начале, когда Никон был конфликт, потому что это был вполне политический конфликт за тех, кто останется около царя Алексея Михайловича. И поэтому было довольно кроваво. А потом все успокоилось. Во времена Филарета вообще все примирились. Причем примирились, что интересно, на том, что заключен был договор между старобрядцами и Филаретом. О том, что Филарет разрешает им пользоваться до Никоновскими книгами, а старобрядцы обязуются не использовать книги до Иововские. До Иова. Это до того, кто был рукоположен еретиками-греками, в Патриархии Московской поставлен. В Патриархии Московской всей Руси. То есть знает кошки, чье мясо съело. То есть до Иова ни одни, ни другие не пользуются. А после Иова, пожалуйста, все нормально. А как Вы считаете, Патриарх Кирилл еретик или нет? Ну конечно. Герман Егорович, давайте вспомним 89-й год. Начало Вашей, так скажем, бурной деятельности в сфере еще тогда кооператива. Вам о чем-нибудь говорит такое название кооператив «Уют»? Нет. Просто была история с сожженными варьками этого кооператива 89-го года. А после этой истории Вы угодили в тюрьму? Ненадолго. Ненадолго. Считаете ли Вы, что это было, может быть, сфабрикованное дело или что это было на самом деле? Да нет, ну просто бывают всякие недоразумения. Это было одно из них. Тогда время было бурное. Все, так сказать, перемещались стремительно быстро в разных измерениях, можно сказать. Поэтому бывало всякое. Но я довольно быстро вышел и никаких у меня несудимости, ничего не осталось. Вот как раз про это самое бурное время хотелось бы подробнее поговорить. Потому что мне кажется, что в 89-м году немногие, совсем немногие, понимали, как можно заработать в сфере бизнеса. В 88-м году, если не ошибаюсь. Ну, 88-м, 89-м, в принципе, не особо большая разница. Как Вы смогли сориентироваться? А нет, 89-м, наверное. К чего сориентироваться, как я смог? Сориентироваться, скажем, в новом времени. Я не сориентировался совершенно. Если бы я сориентировался, все было бы по-другому. Я же как раз не сориентировался. Потому что я был не образован. Потому что учился в школе и в институте. А там не дают образование, там дают обман только. Вот то, что мы обсуждали. Я был напичкан всякими фильмами, спектаклями, книгами. Ну, то есть дурью всякой. И поэтому я вообще не понимал, что толком происходит. И поэтому мои действия были неправильными. Ну, я заработал сколько-то миллионов долларов, ну и все. То есть я не понимал перспективы. Я не понимал, к чему это ведет. Не понимал, откуда это пришло. Я не знал истории. И поэтому я сейчас своим сыновьям говорю, изучайте историю. Потому что изучение истории приводит к тому, что ты понимаешь, что делать сегодня и сейчас. Ты знаешь, откуда что прилетело. Ну давайте все-таки не про сегодняшнее время будем говорить. Мы про сегодняшнее говорим в доме. А на улице мы говорим все-таки про прошлое, если позволите. В 1989 году вы как раз 30 лет исполняете в 2019 открытию биржи Алиса. Ваш компаньон Артем Тарасов говорил, что изначально место на бирже стоило где-то 40 тысяч рублей. А уже через месяц после того, как начались там продажи, оно выросло в 15 раз. За счет чего в первую очередь? Ну, во-первых, Артем Тарасов никогда не был моим компаньоном. Ну, никогда. Он игрушка был. Он написал в книжке, что он там чуть ли не компаньон. Это неправда. Было два совладельца у Алисы. Я и мой брат, Дмитрий Львович Стерликов. Больше никаких компаньонов у нас срода не было. Артем Тарасов был мне обязан. И поэтому, когда я к нему пришел, сказал, Артем, мне нужны деньги. Он позвонил Смоленскому при мне и сказал, сейчас придет Стерликов, дай ему 2 миллиона рублей, я гарантирую, а под мою ответственность. То есть он мне отдал долг. Я пришел к Смоленскому, взял у него кредит 2 миллиона. И еще этот кредит и отдал через три месяца. Я тут к вопросу о том, кто там какой компаньон. И никогда больше в Старасове ни копейки он не вкладывал, в делах моих не участвовал. Ничего вообще, никакого отношения не имел вообще, ни малейшего. Я уж не буду хвастаться, я ему еще неоднократно помогал после этого. Это я уже помогал. Но при этом как бы создалось впечатление после его книги, что он такой старший товарищ. Но это полная хинея. Да, да, Герман Георгиевич, мы выяснили, что не был вашим компаньоном, но все-таки, как удалось за месяц поднять в 15 раз цену за место на бирже? Ну там желающих было много, а мест мало. У нас как места определялось количество мест? У нас был зал 80 метров. Вот сколько на 80 метрах могло единовременно уместиться человек плечом к плечу, столько мест могли продать. Желающих было раз в 100 больше. Ну и поэтому цена росла каждый день вот так вот, вертикально. Эти цены вылетали из головы по утрам, в зависимости от того, какая толпа покупателей была на пороге с приличных людей, вот с такими сумками с деньгами, наличными. Все было наличными. Рынок был абсолютно беспорядочный. Как? Беспорядочный. То есть, ну, не было каких-то чутких рамок, не было, может быть, какие-то условия рынка поставленных. Где не было ничего. Были биржевые правила, которые мы придумывали на ходу, расписывали на ходу. Были торги, которые проходили, ну, буквально экспромтом. И было огромное количество людей, которые контактировали у нас. То есть мы были как бы заменителем госплана на некоторое время. Потому что госплан рухнул, ничего не было. Кто что откуда брать, где какие контакты. И у нас люди просто тусовались, можно сказать, на бирже. И кто продавал там, кто что-то покупал. Я знать не знаю, что они продавали и покупали. Они друг с другом там что-то целое состояние делались. А какая комиссия была? Никакой. Ну, как можно было следить эти сделки? Это невозможно. Комиссию мы не брали не потому, что мы щедрые, а потому, что это было невозможно. Столько было народу, и они все терли что-то куда-то там. Они чтобы знакомились у нас. Потом общались они кто где. Не протолкнуться, по сути. Не протолкнуться. И получается деньги вы брали исключительно просто за продажу места, да? Нет, еще у нас были наши брокеры. То есть наши брокеры, то есть наши сотрудники. И они осуществляли самые, ну как бы, привлекательные сделки, которые попадались на наши глаза. Потому что начиналось все-таки у нас все. И первое право, как говорят, право первой брач ночи было наше. И мы убирали наиболее жирные какие-то моменты, заводы там какие-нибудь там. Ну, в общем, всякую хрень. Ну, чуть-чуть там подворачивалось, то и брали. Вы заявили о возможном, ну, в те годы, я уж не помню какой точно там выглядел, вот 89-й, либо может быть 90-й какой-нибудь. Я вам могу сказать, извините, что одна сделка, вот одна сделка по Нью-Йорку по начале торговли, прости господи, окорочками с Южной Америкой, нам принесла больше денег, чем все проданные места вместе взятые. Вот чтобы просто было понятно соотношение стоимости мест в качестве прибыли и сделок. То есть сделки, конечно, были важнее, чем места. Но места тоже приносили деньги. Вы заговорили как раз о Нью-Йорке, и у вас была там квартира в свое время. Ни одна, я вам скажу. Ни одна даже. А в каких местах? Бетари Парк Сити, только в Бетари Парк Сити, больше у нас нигде нет. Неплохой выбор достаточно. Ну, самое дорогое место, мы спросили, какой самый дорогой, нам сказали Бетари Парк, мы там покупали квартиры. Вы как-то заявили о том, что американцы больше похожи на манекены? Ну, похоже, да. Вам действительно там настолько сильно не нравится? Мне не нравится, ни в Америке, ни тем более в Англии. Ну, вы говорили о том, что у вас есть английские корни? Шотландские, скорее, да. Ну, а в Шотландии мои предки из Скифии, то есть отсюда. Поэтому, когда я говорю, что я шотландец, это чистая правда. И когда я говорю, что я русский, это чистая правда. Я Скиф. Изначально наш род из Скифов. Вы, по-моему, в передаче в пятилетней давности телеканала «Москва доверие» заявили о том, что ваши предки перебрались где-то на территорию Руси 500 лет назад. 1591 год. У нас только все… 1491 год. У нас только все проверено. У нас не тоже проверено. У нас родословные книги, четыре родословных книги. Наш герб во всех гербовниках российских есть. То есть нам ничего выяснять особо не надо. Все известно. Вернемся к 90-м. Была история, связанная тоже с вами… Герб, кстати, там вон висит в начале. Да, да. Мы увидели. Может быть еще покажем. Была история, связанная с вами, когда искали по всей Москве и по кругам Московской области библиотеку Ивана Грозного. И вы принимали, насколько я знаю, непосредственно в этом участие. Я был председателем штаба поиска. Ну вот, да. Назывался начальник штаба поиска. Начальник штаба. Вы действительно верили, что можно ее найти? Да, я же был безграмотный идиот. Я был необразован. И я не знал, что она сгорела во время большого московского пожара, о чем черным по белому написано в лицовом летописном свой 16 век, который я прочитал спустя годы после этой деятельности. Поэтому мы искали то, чего уже не было. Это, кстати говоря, самое дорогое, что есть в жизни – это необразованность и глупость. За это приходится платить довольно дорого. Поэтому мы гоняли порожняки. Вопрос вот как раз насчет понимания истории. Вы заговорили, что хотите, чтобы ваши дети изучали историю и делаете все для того, чтобы они ее знали. Для меня, как для человека, который много достаточно читал по истории, может предсказать, что это дебильные книги, как вы их называете, но тем не менее… – Слушай, как вы правильно отвечаете на свой вопрос. – Вы даже не понимаете, что это дебильные книги. – Да я и сам их читал. – У меня еще расти до 52, у меня еще есть 30 лет в запасе. – Слушай, я последние 20 лет эти дебильные книги не читаю как раз. – Поэтому мы уже примерно… – Наверное, 15 все-таки. – Ну, может 15, да. – Как раз 15 лет исполнялись с вашим переездом. – Я уже на Рублевке, я вам скажу, перестал читать дебильные книги. У меня была огромная библиотека на втором этаже, громадная, целый этаж. И я ее всю стащил вниз, когда понял, что это дебильные книги, вся эта художественная вымастила и прочее. Свалил их огромной кучей, облил бензином и поджег. Они горели недели две. Меня там соседи чуть не прокляли. Оказывается, они и не горят даже, их сжигать-то и то трудно. – То есть, они действительно горели две недели? – Очень долго, тлеет все, они плохо горят, книги плохо горят. Химия – это же целлюлоз бумажной промышленности, это все не дрова, это химоза. Она смердит, воняет, все эти полные собрания сочинений Толстого, Чехова, Достоевского. Это пока сожжешь, вымаешься, поэтому лучше не покупать. – У вас есть какой-нибудь самый нелюбимый автор из русских классиков? – Они все конкурируют между собой в презрении в их адресах. Безбожные сволочь, наркоманы, пьяницы, самоубийцы, ну конченая мразь. – Вернусь к вопросу об истории. Вы заявили один раз о том, что на самом деле Николая Второго не убили? – Да. – А его вывезли секретно в Лондон? – Нет, он выехал совершенно открыто на своей шикарной яхте. И вообще, я вам скажу, цари, никто в чемоданах не ездит, это удел всяких агентов. Все раз прекрасно передвигаются при полном комфорте. И семья, и он отбыли задолго до всех этих событий в Лондон. И там прекрасно себе жили, а потом и правил. – То есть получается, что Елизавета… – До 1906 года, по вашему мнению. Елизавета – его родная внучка. – Елизавета вторая, которая сейчас является параллением Великобритании. – Да. – Нет, просто это немножко необычная взглядная история, на самом деле. Где можно найти это подтверждение? – Везде. Вот во всем, что вы знаете про Николая Второго – это подтверждение. Во всем, что вы знаете про Елизавету – это подтверждение. То есть абсолютно все. Вот вы сделаете себе установку на время вашего исследования, что Николай Второй уехал в Лондон. И там правил, как Георг Пятый по 1936 год. И все, что вы будете узнавать, все будет вам это подтверждать. Вообще все. Ну просто все. Вы знаете, правда чем отличается от Аллы? – А в правде бьется все. Ну трупов нет, к примеру, Николая Второго, никто не видел. – Так нет, говорят, что их в растворе каком-то там… – Растворили и они… Это вам могут рассказывать. А если бы вы пожили бы в начале 90-х, вы бы знали, что для того, чтобы растворить труп в серной кислоте, нужна ванна серной кислоты с замкнутой поверхностью. Это довольно долго. Понимаете? А когда это в лесу, и когда это 11 трупов, и никаких ванн нет, и нет никакой железнодорожной цистерны серной кислоты, то это просто чушь для бабулек и для молодых людей, которые вот вашего возраста. – Ну, не только, видимо, для моего возраста. – Ну, вообще, я тоже был таким же вот в этом вопросе, таким же идиотом, как вы. – Готовились к интервью, я увидел вашу фразу, что открывайтесь снова в Москве на зло всем, если не ошибаюсь. Так было написано? – Да, Сергий открывает магазин, был перерыв 4 месяца, закрыты были все магазины, сейчас меня изменил формат, и будет открывать в ближайшее время магазин на Кутузовском. – Ну, с открытием все понятно, а почему закрытие произошло-то? – Формат решили поменять. Лучше эти вопросы, у вас будет возможность сегодня задать этот вопрос Сергию, когда вот мы закончим интервью со мной, по Слободе будем гулять, он здесь где-то. Он автор и отец-основатель всего этого дела, и магазинов, и ярмарок, это он все придумал. – Изначально же вы были отец-основателем? – Нет, 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 он всегда был основателем этого дела. Ему, когда было еще 14 лет, его выбрали предводителем Российского крестьянского собрания, это довольно большая организация. И он с тех пор всячески помогает крестьянам реализовывать свою продукцию, жить нормально, создавать крестьянское хозяйство и так далее. Это все придумано для того, чтобы крестьянам было жить легче. Вот эти магазинчики, в которых повышенная планка цена ценовой политики, для того, чтобы можно было продавать дороже натуральную пищу, а не за бесценок отдавать всяким азербайджанским мафиям скупочным. Это все делает Сергей. Я помогаю. Я член коллектива, член команды, я товарищ предводитель Российского крестьянского собрания. Я, конечно, и выполняю поставленные задачи, и помогаю во всем. А вы говорите дорого, а вы не считаете, что ценник в вашем, так скажем, магазине, он достаточно высок по сравнению с остальными теми же позициями представленными в городе, там, Москва или даже в Подмосковье, кстати говоря? Ну, конечно. Слушай, такой вопрос. Как часто заходят люди и говорят, что пиво за 450 рублей это слишком дорого? Или к вам такие люди не знают? Ну, в Слободе таких людей практически нет. Ну, если бывают, то крайне редко один человек из ста. Потому что, когда у нас магазины в Москве были, таких было много. И сейчас, я уверен, мы одно стоим, и снова таких будет много. В Москву приезжают избранные, в Слободу приезжают избранные после закрытия, те, которые понимают, что такое натуральный продукт, и что он столько стоит. И которые у нас покупали в Москве, и которые приезжают, сейчас из-за того, что магазинов в Москве нет, вынуждены приезжать в Слободу, они приезжают и продолжают питаться натуральной пищей. И им без разницы сколько стоит. Хотя в Москве у нас продукты те же продукты стоят. То есть, хлеб у нас в Москве стоил 950 рублей за буханку, а в Слободе он стоит 500 рублей за буханку. То есть, в Слободе цены в два раза ниже, потому что здесь нет тех расходов, которые есть в Москве, там, на аренду, на средствах задержания дополнительных сотрудников, налоги и прочее. Ну, а как ты считаешь, все-таки, вот условно даже берем разницу между хлебом, который продается в Слободе, и который продается в Москве. Там разница искала, по-моему, 450 рублей, да? 950 и 500. То есть, ты уверен, что 450 рублей, это, естественно, плата за перевозку? Не за перевозку. И еще за аренду помещения. Аренда помещения, это много дополнительных сотрудников. Это, естественно, 450 рублей. Помимо продавцов, это бухгалтеры, юристы и прочее, кладовщики, водители, кто доставляет, плюс налоги, достаточно немаленькие у нас сейчас, и так далее. Да, то есть, расходов в Москве много, и поэтому-то такая разница. Я же говорю, кому дорого было покупать в Москве, приезжали в Слободу, покупали в два раза дешевле. Ну, мне кажется, что пока ты доедешь до Слободы, это как бы 55 километров по Новой Риге, мне кажется, бюджета больше тратит. У человека был выбор, и хоть покупает, тут хоть покупает. В основном все покупали в Москве, то есть в Слободе у нас никогда не было аншлага, когда были магазины. У нас натуральная пища, у них отрава, конечно, разная вещь. У них у кого? У всех. Почему у всех? Ну, потому что все, что есть в сетях, все отрава. Вообще все. Вот тупо все. Ну, я не говорю, что есть в сетях, я говорю, что есть в Подмосковье. В Подмосковье чего, кроме сети есть? … Какие то единичные? Нет, никаких? Никак 128 тысяч, ничего нет. Ни одного магазина не существует такого, где только натуральная пища, не существует. Только наши! Во всех остальных магазинах, в лучшем случае, есть что-нибудь случайно, не отрава, там, откуда-то не знам, откуда взялось. А так, в основном, все отравы с одних и тех же баз, на всех рынках с одних и тех же баз, во всех ошанах с одних и тех же баз, во всех кусвиллах с одних и тех же баз. Все, что называется фермерское, это отрава, потому что фермер это мини-агрохолдинг, и он использует те же самые технологии, просто в меньшем масштабе, чем агрохолдинг. Те же удобрения, те же прививки, ту же дойку доильными аппаратами, то есть с кровью и гноем молоком. Это все отрава, и поэтому это все легально, это все допущено до прилавков, на все есть справки, и все нормально, понимаете? Я говорю не про город, я говорю про подмосковье. Да я про него же говорю, подмосковье, то откуда у вас другие продукты, драгоценный мой, все с магазином затариваются. Допустим, я еду по дороге, стоит какая-нибудь бабка продает, условно говоря, яблоки, но она же сама их вырастила, сама их сорвала, это же не обкололитая химия. Да, яблоки не обкололит с химией вообще. Это абсолютно право, молодец. Давайте не условно, давайте конкретно. Что у нас там есть еще? Молоко, например, хорошо. Надо проверять, скорее всего обколото. У каждой бабушки, скорее всего, обколотое молоко. Уникальное исключение из психически нормальных бабушек, которые не допускают ветеринаров до своей скотины. Обычно последние денежки отдают ветеринарам, и чем-нибудь угощают еще, лишь бон их обколол. Бабушки приглашают ассиминаторов, таких же баб, знаете, есть страшные бабы-ассиминаторы, которые ассименяют их коров. Да вообще я уже, я не знаю, сколько бабушек-то осталось в Подмосковье, у которых есть коровы. Практически нету. Если вы не в курсе, все вымерло уже. Одни дачники, безо всяких коров. Я в курсе, что хозяйство страдает, но не настолько же. Настолько же. Все значительно хуже, чем вы думаете. Можно еще найти коз. Козы еще есть. Мало очень, но есть. Коров ни у каких бабушек уже давно нету. По крайней мере, в Подмосковье. Но я не знаю ни одной бабушки с коровой в Подмосковье. Вот я вырос в деревне Вастафьево. У нас у всех, когда я был маленький, были коровы. Ну, во всех домах. Сейчас ни одной. И так во всех окрестных деревнях. Ни у кого. Ни одной коровы. Все покупают молоко в магазине. Так что ваши иллюзии там про какую-то бабушку с молоком. Это вы, наверное, с рынка взяли. Там на рынке сидят такие ряженые бабушки с такими платочками. Это не иллюзия. Это про простое сравнение цен. Да нет никаких этих цен. Нет этих бабушек. Ни с чем сравнивать. Понимаете? Там где ничего под Пермей еще есть бабушки с молоком. Ну и езжайте под Пермей, покупайте себе молоко каждый день. Туда-обратно сгоняйте и посмотрим, сколько оно будет стоить. Нет, так я же сам не спорю с самообразованием. Я говорю о том, что большинство людей считают, что... Большинство людей дебилы. Вы знаете об этом? Я вот 52 года прожил, и я вам сообщаю, что подавляющее большинство людей – это дебилы. И поэтому ссылаться на большинство – это тоже, в общем, плохой признак. Большинство людей – это дебилы. Уверяю вас, это факт. Причем можно пожестче даже выражаться. Например? Ну, не хочу в эфире. Как давно вы были за границей? Очень давно. Последний раз был в Армении лет пять назад. С тех пор я в розыске везде практически. И Азербайджан меня в розыск поставил. И поэтому это экономит мне огромные деньги, и я никуда не езжу за границу. Очень признателен на руководство Азербайджаном. А каково ваше отношение к приезжим из Средней Азии и Закавказья? К приезжим или к гастарбайтерам? К приезжим. Нормально. А гастарбайтерам? На работу не беру. Потому что это всегда наркосеть. Но гастарбайтеры, это же и есть приезжие работники. Ну, можно и так, но я поэтому и договариваюсь о терминах. Можешь по-разному называть. Если это речь о приезжих работниках, то я на работу не беру. Получается, есть какие-то все-таки предубеждения? Нет, я просто информирован, что они всегда задействованы, имеются в виду, имеются в виду как минимум, для наркосети. Для сети торговли наркотиков. Ну, тузбейки, таджики. То есть, диаспора очень мощная. И поэтому, если приезжают, дергают, то говорят, у тебя здесь будет перевалочный пункт. Понял? Он может сказать только есть. Потому что иначе его зарежут. И поэтому, если берет кто-то себе узбеков или таджиков на работу, те должны иметь в виду, что это будет именно так. И множество трагедий, связанных с детьми, в связи с этим, с детьми хозяев, которые подсаживаются на иглы и так далее. Очень опасная штука. Очень опасная. Это мне рассказывал первый раз, и потом я много раз в этом убедился, генерал госнаркоконтроля. Герман, никогда не бери таджиков-узбеков. Всегда наркосеть. Что, по-вашему, нужно делать с наркоторговцами? Убивать. Казнить. Принимать закон, соответствующий, казнить. То есть, например, если бы вы узнали, что, я сейчас ни на что не намекаю, сразу говорю, что, допустим, кто-то из ваших работников как-то в этом замешан, вы бы его убили? Да, я думаю, да. Но это нарушение... Это нарушение законов. Вы абсолютно правы. Слушайте, вы очень информированы. Это нарушение Уголовного кодекса. Убивать рабочих – это нарушение УК. Абсолютно правильно. А не легче это отдать под, так скажем, действующее законодательство, чтобы его судили? Слушайте, ну, это, знаете, такой вопрос. А вот если бы, а давайте помечтаем, если бы, да, ну, смотри, какая будет ситуация. Ну, скорее всего, убью. Скорее всего. Потому что это опасность для моих детей. То есть, человек представлял, значит, опасность для моих детей представляет. Потому что, когда на вытянутые рабочие же близко к детям. И поэтому, если есть наркоторговец, то, конечно, его надо убить. Ну, не для меня. И это я никого не призываю. Вы меня просто спрашиваете, как бы я поступил. Я бы поступил так. Никого не призываю к этому. Когда вы мне задаете вопрос, убить или не убить. Я, как христианин, включаю голову. И так, что про это у нас в Библии? Вот. Это явное колдовство наркота. То есть, ну, колдовство, это, по-вашему, называется наука. То есть, кто придумал наркотики все? По-нашему, это по-вашему, по-безбожному. А я безбожный? Ну, как вы бритый еретик. Конечно, это видно же, невооружённый. А это ничего. Просто у меня плохо растет борода. Я еще молодой. Ну, вы же ее бреете или стрижете, правильно? Ну, чтобы красивее смотреться. Конечно, вам чтобы красивее. Ну, еретика и есть. Так и должно быть. Вот. И поэтому включаешь голову. Это называется у вас наука. Наркота. Наркотики. Кто придумал все наркотики? Все наркотики придумали колдуны и ученые. Они же откуда их, что, рабочие-крестьяне, что ли, придумали? Это все химические реакции, крокодилы, там всякие, героины и все прочее. Это лекарства, аптеки. Это все ученые придумали. Это колдовство. И поэтому человек, который это дело внедряет людям и губит людей, конечно, он заслуживает смерти, безусловно. Наркоторговец, безусловно, заслуживает смерти. Именно такое законодательство должно быть в каждой вообще уважающейся стране. Смертная казнь за наркоторговую. А знаете, какой вывод, кстати, из этого? Кстати, вы согласны с этим, что за наркоторговлю вообще надо бы смертную казнь вводить? И я считаю, что это торговля смертью, поэтому да. Но я, опять же, никого не призываю. Конечно, однозначно. Мы вообще никого ни к чему не призываем. Но если вы с этим согласны, то вы согласны и с тем, что нужно казнить всех наркоманов. Потому что все наркоманы – наркоторговцы. Именно наркоманы, наркосеть, нижний звенок, самое широкое звено наркосети торговой, именно наркоманы сажают на иглу других молодых людей, чтобы им дохватило на новые дозы. Им нужно кому-то продавать, чтобы им еще зарабатывать, чтобы самим колоться. И поэтому главная наркосеть, главные наркоторговцы – это наркоманы. И нужно, конечно, и крупняк казнить, но и наркоманов надо тоже всех казнить. Они тоже наркоторговцы. И они, безусловно, заслуживают смерти по священному писанию. Никакой проблемы нет. Ну, это же несчастные люди. Вы, по большому счету, команды. Ну, всех, кого казняют – несчастные люди, вам скажу. Я не про факт казни, а про факт того, что их подсадили на наркотики. Ну, тем не менее, они уже наркоманы, они уже торгуют наркотой, подсаживают других. Ну, знаете, этот человек не виноват, что он там убийца. Вот его заставили там убивать, потом он привык, стал убивать там окружающих. Ну, что ж теперь? Это несчастный человек – Чикатило. Несчастнейший человек Чикатило. Я этого не говорил. Не, ну, это… Чикатило меньше людей губит, чем среднестатистический Чикатило, вот так скажем, меньше губит людей, чем среднестатистический наркоман. Наркоман подсаживает огромное количество людей на иглу. Особенно талантливый наркоман. Ну, такой креативный, какой-нибудь там хорошо общается с людьми, симпатичный. Он кучу народу подсаживает на иглу. Там любой Чикатило отдыхает. Ну, что, несчастный он человек? Ну, что ж, несчастный. Все сатанисты, все слуги дьявола, все ублюдки, все несчастные люди. Ну, безусловно. Скажите, а вы вот ходили на передачу НТВшники, ведущий которого сделал общественное признание в мужеложестве. Как так вышло? Вы знали об этом? Нет, не знал. Это он сделал после этого общественного признания. До этого он никакого… Это про Красовского, наверное, говорили. Да, это да. Да, я не знал, что он пидорас. Ни сном, ни духом, я очень удивился. А они тоже ослуживают казнь, по вашему мнению? Нет, не по моему мнению. У меня свое мнение и нет. У меня, я христианин. Я все мои мнения из Библии. Конечно, конечно, садомиты заслуживают смерти. Это Библия. Это истинно священного писания. Конечно. Я абсолютно с этим согласен, исповедую эту же идею. Давайте так, алкоголь в известной степени тоже наркотик. Получается, все алкоголики… Алкоголь – это не наркотик. Ну, тоже надо говорить о теме, что такое алкоголь. Алкоголь – напиток, содержащий в себе спирт. О, это правильно. Это уже близко к наркотикам. Совершенность, самый слабый наркотик, но наркотик. А вот то, что вы пьете, это не содержит спирт. И что я пью? Потому что здесь естественная перегонка. И здесь высокий градус достаточно, но здесь нет спирта, ни капли спирта. Здесь нет химии. Спирт – это химия. Спиртовые производства, если вы посмотрите в классификации, даже на производство, это химические производства. Химпром. И спирт пить – это, конечно, садится на иглу спирта своего рода. Безусловно, вы право. Спирто, содержащие напитки – это наркота. Легкая наркота, безусловно. Ну, это как и курение, тоже наркота и так далее. Но все же есть грань какая-то. Одно дело там выпить стакан водки, а другое дело колодться героином. Разные вещи, согласитесь. И то плохо, и то плохо, но не сопоставимо. Поэтому надо включать голову и как-то разделять это дело. Каково ваше отношение к мату? Резко отрицательное. Но я сам, к сожалению, поскольку в детстве привык материться, иногда согрешаю этим, особенно когда в гневе. Мне всегда после этого стыдно, и я прошу о прощении у тех людей, при ком я произносил эти поганые слова. Вот совсем матерную брань, то есть там, где используется промать, собственно, промать, почему она называется матерная, это я не использую никогда даже в гневе. А вот всякие похабные слова использую, которые тоже обычно называют матерной бранью. А про мать никогда ничего не говорю. А насколько сложно вас ввести в гнев? Нелегко. Я горделив, гневен, вздорен и исполнен всякими пороками, связанные с этим. И со всем остальным. И какие темы вас могут ввести в гнев? Давайте продолжим, посмотрим, похоже, его уже. Кстати, возвращаясь к мату, смотря одно из ваших интервью, где ваша цитата на Царград ТВ, если не ошибаюсь, ну, по-моему, Царград ТВ, да, где вы спорили с ведущим насчет уместности использования глагола блядывать в эфире. Да, это не матерная брань. То есть, блядь, это не матерная брань. Нет, это не матерная брань. Нет, это церковно-славянское слово, русское слово прекрасное. Вообще никакой проблемы. Есть во всех словарях она. Тогда почему оно вообще везде запитизм? Потому что люди дебилы. Опять люди дебилы. Да, нам нужно все время возвращаться к этому тезису, потому что это тезис, который позволяет понять многие проблемы. Геополитические, политические, государственные, семейные, экономические. Этот фактор, то, что люди дебилы сейчас, большинство людей, он очень важен. Это реальный фактор, это никакой не ругательства на людей. Это надо постоянно иметь в виду. Потому что от этого зависит наша жизнь, как она строится, то есть среди кого мы живем. В основном нас окружают дебилы. К этому надо относиться адекватно. К ним надо относиться без злобы, без ненависти. Но осторожно. Потому что к дебилам вообще надо относиться осторожно. Они же дебилы. И поэтому надо так, это все нужно иметь в виду постоянно. И когда я вам говорю, знаете, потому что дебилы, это не потому что я там типа отбрекаться как-то от вопроса. А потому что это важнейший фактор понимания современности. Такого, как сейчас дебилизма, никогда в мире не было. Почему? Потому что люди очень отравлены. Уже несколько поколений травятся из магазинов постоянно всякой отравой. Так же вот водкой, бухлом спиртовым, наркотой. Облучают сейчас людей сильно. И организм не выдерживает. Не выдерживает не только печень или почки. Не выдерживает и мозг. Мозг портится. И поэтому старики, чем больше живут раньше, чем старше был, тем мудрее. А сейчас, чем старше, тем дебильнее. Потому что они все время смотрят телевизор, сериалы, живут эту парашу, пьют Кока-Колу. Они дебилы. У них испорчен мозг. Понимаете? Сидят в соцсетях еще. И к этому нужно относиться с пониманием. У нас у всех испорчен мозг. У кого-то больше, у кого-то меньше. Это объективно так. Но тот, кто живет в городе, там нагрузка на мозг такая, что он просто... Я не представляю, как он может быть вообще сохранится нормальным. А значит, человек начинает страдать. Он плохо соображает. Вообще иногда не соображает. Смотрите, что творится вокруг. Это ужас. Например? Ну, всякие извращения, там, чудовищные вещи, которые... Ну, везде и всюду. Ну, где-то что-то пересказывать, Даш, противно. Что творится с детьми, какими они растут? Что творится со стариками? Эти бабки в рейтузах, там, с бутылками пива, на скамейках. Вообще с трясущимися своими обдряблыми грудями открытыми. Это вообще, ДВГ, там, проблеваться можно, когда идешь по городу. Ну, вообще, люди сошли с ума. И это не потому, что какой-то мистический уровень. Это потому, что они живут отраву. Они отвернулись сначала от Бога. Стали... Пришли в заблуждение всякого рода. Стали заниматься всякой ерундой. А потом их просто стали травить, как крыс. И вот эта полузатравленная масса, это и есть городские жители. Они дебилы. И к ним относятся, как к дебилам. Им с телевизором говорят, вы великий народ, у вас все хорошо, вы такие прекрасные люди, вы наши выборщики, вы ваши избранники и так далее. Их успокаивают, как идиотов. Они ходят на митинги, там, учитывая какую-то хохинею какую-то требуют. Про коррупцию, еще что-то, они дебилы. То есть, их утилизируют, а они борются с коррупцией. Их детей убивают, а они ходят борются за качество подсчета голосов. Это дебилы. И с ними работают, как с дебилами. Политтехнологи, целые институты, всякие там, ну, специально обученные для этого люди, работают с этим быдлом, с этой массой. Это безбожная масса. Вообще, безбожник и дебил, это всегда было синонимно. Ну, просто сейчас безбожен весь мир, а еще и затравлен. И это мега-дебила. Таких дебилов вообще не знала история человечества, которые сейчас большинство населения. Во всем мире, это не про Россию, это во весь всем мире. Я, возможно, конечно, безбожник и дебил, но... Вот это уже, знаете, когда человек это понимает, или начинает допускать, значит, он коснулся дна, и вот-вот пойдет наверх. Это очень круто, я вас поздравляю. Спасибо. Но вы сейчас сказали про соцсети, но вы же сами их используете. Ну, конечно, я еще автомобиль использую, я еще использую самолет, но это не значит, что самолеты, автомобили, соцсети, я должен считать, что они нужны, они вредны. Но я их использую. Как я буду использовать автомат Калашникова, если мне нужно его использовать? Хотя это очень вредно, что он изобретен, понимаете? Ну, это вот как партизаны во время Второй мировой войны, плохо относясь наверняка к производству фирмы Шмассер, использовали Шмассера. Понимаете? Потому что они захватывали их в бою и строчили в живот там фрицам. Не потому, что они хорошо относились к Шмассерам, а потому что так было надо для победы. Вот и нам для нашей победы надо использовать соцсети, автоматы, самолеты, автомобили, для того, чтобы этого всего не стало, для того, чтобы не было больше Шмассеров. Понимаете? Какая конечная цель для этой победы? Чтобы их не было соцсетей? Цель? Какая цель? Вот у христианин какая самая большая цель? Хотя... Ну ладно. Самая большая цель – попасть в рай. А есть еще земные цели. Позаботиться о семье, что-то вырастить на огороде, достать хорошей воды из колодца. Это никак не противоречит тому, чтобы попасть в рай. Но это надо делать во временной жизни. То есть во временной жизни надо жить. Это как экзамен перед тем, как попасть в рай. Для того, чтобы попасть в рай. Немногие выдерживают этот экзамен, но шанс есть у всех. И вот во временной жизни есть временные цели. Ну как бы не самые главные, но они все равно есть. Вот допустим, если к вам приходит на участок человек и начинает сыпать вам яд в колодец, там отраву какую-нибудь, вам надо набить муморну. Это ваша цель. Она понятна. Вот сейчас то же самое. Сейчас не то, что там яда, химикаты в нашу воду сыпят. Повсеместно. У нас воду вообще отнимают, даже грязно. Она уходит в бездну на место нефти, газа, угля, рут и так далее. И нам для того, чтобы у нас сохранился мой колодец, для моих детей, на моем участке, для моих внуков, мне надо набить морду тем, кто забирает у нас воду. Понятна логика? Да. Для этого мне надо использовать соцсети, самолеты, автоматы, автомобили и так далее. Понятен ответ? Безусловно. Сейчас немножко сменю тему. Для всех пользователей YouTube, кто просматривал ваш YouTube-канал, было доступно видео, где вы варились в чане. Иван Двоевич, как ощущения? Ну, не передать словами. Ты находишься, как будто плаваешь в какой-то удивительной травяной невесомости. Тело не чувствует себя. Нету никаких негативных ощущений, одно сплошное блаженство. Травы благоухают, все парит. Ты весь пропитываешься всем этим мега натуральными сокровищами. И тебя как будто нет. Одна голова снаружи и все. Это очень круто. А если бы у вас не было, мне не надо было бы говорить с вами, я бы уже залез туда с головой. Расскажите, почему вы решили снять такой ролик? Я вспоминаю, зачем я его снимал-то, почему у меня какая мотивация была? Я могу напомнить, ролик называется «Герман Стерлигов умело залезает в чан». Если я вам могу вспомнить. Ну, это делал не я, во-первых, ролик. Это было во время мероприятия, ярмарка у нас была офередная. У нас каждые полгода проходят большие ярмарки здесь. Это тоже придумал Сергий, предводитель РКС. И здесь собирается куча народа, по 10 тысяч человек примерно в день. И проходит много мастер-классов всяких, мероприятий и так далее. И я показывал свой чан. И показывал, как в нем можно лечить всякие заболевания, ну, если плохо себя чувствуешь. Ну, вот в этом была мотивация. То есть это как одно из средств излечения всяких болезней. И я туда залез, это все снимали на камеры, на телефоны и так далее. И кто-то вот выложил этот ролик. Это не я выложил. Я у себя потом перепостил его. То есть это не я снимал. Там снимал человек 100, наверное. Любой желающий может приехать, да? Нет, 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 не любой желающий. Это целый день надо заниматься этим чаном для того, чтобы его подготовить. Во-первых, его надо наполнить водой 500 литров. Потом эту воду разогреть. А это, знаете, на огне довольно долго. Это кубометр дров на 2 айдак примерно. Это огромный медный чан такой здоровый. Потом, после того, как человек там примет эту ванну, начинается самое главное. Его нужно прокипятить. То есть прокипятить, что значит? Ну, чтобы эту воду слить, залить новую воду, еще 500 литров. И эта вода, чтобы выкипела вся, для того, чтобы была дезинфекция после этого человека. То есть это вообще до конца дня надо этим заниматься. То есть это целый день история. Чтобы в одном чане одному человеку искупаться, это нужно день убить времени. Так что тут у нас никакой проезжей дороги насчет чанов у нас нет. Это удел, можно сказать, избранных. Потому что чан один, желающих много, но чан один. Скажите, а какое ваше отношение к столь популярному в последнее время явлению, особенно на Западе, феминизму? Ну, в соответствии с Библией, с отвращением отношусь и гнушаюсь этим учением поганым, сатанинским. Что женщина равна мучению. Ну, там по правам и так далее. Там для чего это было сделано, вам тоже важно это понимать. Я думаю, что вы, скорее всего, этого не понимаете. Откуда взялся феминизм? Я понимаю историческую составляющую феминизму. Тогда, если можно, скажите в двух словах, чтобы я зря тут 30 минут не распинался. Это идет с Запада с возможностью женщин голосовать изначально. Это политический момент же. Нет, это ерунда. Почему? Могу объяснить. Да, давайте. Значит, феминизм появился с появлением индустриализации. Идеи индустриализации. Это граница между 18-19 веком. Французская революция и так далее. Там уже были феминистические идеи. Что означает индустриализация? Индустриализация означает, что строится много заводов, дорог, портов и так далее. И нужно, чтобы очень много людей работало в сфере, в которой традиционно люди не работали никогда. Ну, их просто этих сфер не было. Не надо было там железные дороги строить, не надо было химические предприятия делать, не надо было магнитки создавать или там сеть шоссейных дорог. Этого задачу человечество никогда не стояло. Эта задача была поставлена во время, вот в это время, и стала разрабатываться в это время. И тогда появилась естественная мысль, откуда взять людей для этого. Людей для этого можно было взять только из одного места, из крестьян. Потому что кроме как крестьян никого не было. Было знать, которые не собирались работать, естественно, и знать всегда мало. И 98% населения были крестьяне. А в крестьяне, и это понятно, это называлось перекачкой из крестьян в рабочие. Этому было посвящено освобождение рабов в Америке. Этому в это же годы было посвящено освобождение крестьян в России во времена Александра. И этому уже были посвящены идеи феминизма. Потому что половина из крестьян это бабы. И вот для того, чтобы бабы были вырваны из привычной сферы, для того, чтобы заполнить постоянную новую и новую потребность в рабочих руках, было создано движение феминизма. Оно еще сильнее, это главная причина. И по большому счету единственная. Но она стала, как бы еще такой, ей был придан шарм и мощное движение еще дополнительно тем, что 19 век практически полный век правления женщины в мире, королевы Виктории. А большая часть 20 века правления женщины Елизаветы. Ну, значительная часть, чуть меньше половины века. И поэтому это стало особенно модным и популярным для всех подданных, говорить, что женщина уж как минимум равна мужчине, а то и вообще и круче мужчины. Чтобы было понятно, почему женщина руководит мужиками. А руководила 19 век и большую часть, половину 20-го женщины Виктории Елизаветы. Человечество, не Англии, человечество. То есть это уже было как бы централизованное правление. В Англии оно было менее выражено, да, 19 века, а в Англии 20 века более выражено. То есть это уже абсолютная власть над миром. И сейчас это продолжается. Но если Елизавета жива, я думаю, она не жива. Потому что сообщали о ее смерти, потом она внезапно оказалась жива. Но это так бывает, когда человек умирает, но работают двойники. Сейчас это очень часто. В разных странах мира происходит. А в чем смысл этого перформанса? Это не могу вам сказать. Могу предполагать, но это не смысл предположить. По большому счету. В этом же нет смысла, по большому счету. Но знаете, вот когда человек, который не обладает информацией в какой-то сфере, ему говорят какой-то факт. И этот факт ему кажется бессмысленным. Просто потому что он вообще далек от этой темы. А когда приближаешься и что-то там начинаешь соображать, что происходит вокруг вот этого факта, тогда он может стать вполне себе осмысленным. Но мы с вами далеки от этой темы. Нам никто не докладывает кулуарных договоренностей в Букингемском дворце, в Москве, в Париже, в Соединенных Штатах Америки. И поэтому нам многие факты кажутся бессмысленными. Потому что мы индейцы. А там белые саибы. И для них эти факты могут быть вполне осмысленными. Но у них тоже сейчас проколы. Они тупые белые саибы. Тупые безбожники. И поэтому у них все время проколы, они косячат. Дьявол, он тоже тупой. Они слуги дьявола. И дьявол ими руководит. И он идиот. И эти идиоты. Все идиоты. И поэтому они властные идиоты. Знаете, идиот не обязательно без власти и без денег. Идиот часто с властью и деньгами. А в безбожном мире всегда. Те, кто с властью и деньгами, они всегда идиот. Потому что они слуги дьявола. А дьявол главный идиот. Он восстал против Бога. Надо быть дебилом, чтобы восстать против Бога. Кончено. Вот он и дебил. И все его слуги дебила. Скажите, а почему закрылись ваши магазины в Москве? А это вы сейчас спросите у Сергея. Потому что я вас сейчас с ним познакомлю. Он ответит на этот вопрос. Я все-таки хочу про феминизм выяснить. Давайте. Как должны строиться отношения между мужчиной и женщиной? В контексте семьи просто. Я вам могу сказать, как в Библии написано. По вашему мнению или по мнению... Я вам могу сказать, как в Библии написано. Я совершенно согласен с этим мнением. И вот я вам могу сказать. Да, давайте. По Библии женщина должна бояться мужчин и слушаться его. По Библии женщина помощник мужчины. Муж – господин, жена – раба. Так по Библии. Вот так по Библии. Так Богу угодно. Это вот так должно быть. Но это очень большая редкость. Но должно же быть уважение мужчины к женщине в семье? Ну, конечно, должно быть. Безусловно. А наш тоже образ Божий бьет, конечно. Это одно другому не помеху. Почему вы считаете, что к рабу не должно быть уважение? Раб – это работник. Это тот самый синоним вообще. Раб – работник. Должно быть уважение к рабам, к работникам. То есть, можно сказать, что ваши работники – это рабы? Ну, конечно. Они знают вас, рабы. Временные рабы, рабы меняют хозяев, честно. Супер. Но я вас уверяю, что если вы чей-то работник, вы тоже раб, даже не сомневайтесь. У рабов, я вам скажу, есть возможность переходить от хозяина к хозяину, но это им не возбраняется. Это решают хозяева. Нет, 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 это даже, это вообще всю историю человечества до введения извращенного крепостного права, это произошло в 1597 году, введение крепостного права, до этого не было никакого крепостного права, чтобы вы знали. Никогда. И раб, каждый раб имел право уйти от хозяина один раз в году, в течение двух недель, это до и после Георгия Победоносца, праздника, 15 мая, если я не ошибаюсь. Это назывался Юрий Евдень, помните, вот тебе бабушка и Юрий Евдень. И каждый раб уходил, ему обнулялись все долги, не то, что он уходил, он уходил без долгов, такой закон был на Руси. И он на все четыре стороны, куда хотел, к любому хозяину. У вас больше дней в году, когда вы можете уйти от хозяина к хозяину, но у вас еще остается куча долгов, как правило, от банков там и так далее. Но у вас тоже по договору и по кзоту, тоже вы не можете уйти в любой день, вы должны сколько-то время отработать, вы тоже есть какие-то на вас обязательства, то есть у вас есть ограничения. Но только и в этом вы отличаетесь. Там был один день, чтобы не скакали, как блохи туда-сюда люди. А сейчас вон там среднестатистический секретарь, все 50 руководителей за год меняет. Там по несколько недель работают. А так то же самое, разницы никакой. Просто тогда рабы жили, смотрите, они ели натуральную пищу, они дышали свежим воздухом, у них была прекрасная работа, как фитнес-клуб на улице практически. У хозяев был всегда даже в Египте, в Древнем Египте, там как председатель общества любителей древнеписьменности сообщаем. Там были такие законы про раба, что если выяснялось, раб мог подопадать жалобу на хозяина, если выяснялось, что хозяин наказал его незаконно, то хозяина пароли в Египте в Древнем, при рабе, если судья решал, что наказание было незаконным. Вот так вот, несправедливо. Так что тогда был такой экзот, которым сейчас любой рабочий АЗЛК позавидует вообще черной завистью. Вот так жили рабы. А сейчас это вообще отстой работники современные, в городах особенно. Ужас. Совершенно бесправные существа. Ну так и раньше их права ущемлялись в известности пелли. Ну, ущемлялись, как бы спросили, рай на земле есть ли, рай на земле нет, всегда ущемлялись и права, но все познаются в сравнении. Ну неужели манускрипты древние про обстоятельства в адском труде пирамид врут? Конечно, врут. Никаких не древних манускриптов о том, что адские были условия труда. Вообще нет такого, я вас уверяю. Вас обманули в школе в средней или в институте. Чушь собачья. Ничего этого нет. Вообще ни слова, ни полуслова, ни про какие адские условия труда. Нормально люди работали. Рабствовали. Я понимаю, что в школах единая система образования, поэтому со мной были обмануты абсолютно все школьники. Даже не сомневайтесь. Одно сплошное вранье в школу. Поэтому я детей в школу не отдаю, чтобы им так же не загадили музыку, как мне в свое время. 80 миллионов детей было обмануто в школах, по вашему мнению? Да, миллиарды детей по всему миру, конечно. Конечно. Школа – это обман. Школьное образование – это системный обман. И какой же поколение? Они для этого существуют. Это социализация людей. Для того, чтобы они вырастали безмолвными, тупыми рабами. Раб же может быть и умным, и смелым, а может быть тупым, глупым и трусливым. Вот школы выращивают второй вид рабов. И какое же, по вашему мнению, поколение вырастет из 80 миллионов обманутых детей? Да никакое. Как раз подлежащие утилизации. Вот утилизируют поколение. Это уже которое поколение. Вот вас и утилизируют. Для того, чтобы вас утилизировать, вас сначала надо обмануть, чтобы вы не возбухали. Чтобы вы совершенно, так сказать, мирно утилизировались. Потому что иначе вы можете порвать тех, кто вас утилизирует. Поэтому вам надо засрать голову. Из вас надо сделать трусов. Из вас надо сделать людей, которых можно утилизировать. И чтобы вы еще сами это башляли. Вот вы и сейчас такие и есть. но вы же сами учили школе ну конечно вот я удивительным образом соскочил слава богу а так меня там самому бреду учили как соскочить посоветуйте советую вам надо читать правильные книги например библия эта история от адама до македонского этот период вот это то дам до александр македонского потом или то есть прекрасный источник который делал в 16 веке лицом летописный свод это все остальные истории до грозного всего мира вот как это сделаете то сообщить им скажу что дальше но это уже очень много изменит ваша жизнь художка да ну перестаньте это для дебилов это же вымысел учиться все для дебилов почти ну практически конечно вы абсолютно право практически все для дебилов от жратвы до художественной литературы это для дебилов конечно и для того чтобы они становились дебилами все большими и большими конечно же видите там уже художество литературы художественный вымысел узнаете об этом что художество литературы художественного это написано на первой странице правильно правильно но зачем же вам это читать если вам честно пишут это вранье зачем же вам отчитать но есть гранина враньем и художественно нет это всегда вранье вымысел от всегда вранье вам пишут вымысел это вранье получается театра тарань конечно правильно молодец а какие-то развлечения вместо этого ну какие он на лошади поскакать там порубиться шашками там сходить в лес за грибами ну кому чего пониматься развлечений таких которые мужские человеческие если про мужчин говорить но не в кино ходить и не вымысел читайте для дебилов специально для того чтобы деградировали еще больше были еще большими дебилами чтобы еще легче было утилизировать поэтому надо тратить и деньги поэтому дается гранды поэтому это всех там этих киношников режиссеров на руках носят именно для того чтобы они из вас дебилов делали яму ночь а в какой период вашей жизни вы сами перестали быть дебилами перестали смотреть кино ходить в театр и смотреть телевизор и когда стал христианином потому что все запрещено библии называется лицедейство то есть лицедейство над гнушаться я когда стал рабом христа я стал гнушаться теми на кем он велит гнушаться иисус христос велит гнушаться лицедеями и я стал иметь гнушаться лицедеи это актер артисты актер артисты певцы там всякие даже певцы всякой мразь да конечно клоуны всякие спортсмены это все лицедеи Вот кто выступает там на этих самых. Например, допустим, я иду по улице, да, условно говоря, вижу девушку, которая поет, да, зарабатывает этим деньги. Да, это лицедейка. Но она же зарабатывает себя на жизнь, неужели это грех? Ну, слушайте, ну а проститутка зарабатывает раком, встает, и что, неужели это не грех? Ну, давайте не будем сравнивать девушку, которая поет, и которая всего раком. Ну, это вы правы, проститутка безопаснее, потому что от нее может только трипер подцепить, а это расслевает сразу кучу народа, когда поет. Ну, чем она расслевает? Ну, чем? Во-первых, стишками, стихоплёсввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв человеком за счет комбинации но то есть одни одна комбинация но человек смеется другая комбинация но тон плачет 3 комбинации ему хочется извинить страха 4 комбинации мой надо срочно идти это как куклами на веревке композиторами дергают целыми толпами людей ну наверное ты видели как поискуда конечно это колдовство и вот эта девочка лицедейка поганая она занимается вот этим колдовством лицедейством своим поет и стихоплёстом и одновременно музыкой и тем самым количество людей окружает она опаснее чем проститутка безусловно опаснее преступки это вообще я вообще проститутком довольно снисходительно отношусь им скажу ну они в общем несчастные просто вот вот тот случай когда несчастные девчонки жить не на что ничего не умею вот надо делать кино везде показывает что быть проститутка это круто всякие там интер девочки фигевочки целое поколение этого было ну чего от всех пор чего сильно изменился вот и она отличается от чем отличается это провод проститутка за деньги от проститутки студентки что это дает за деньги а это по так называемой любви то есть ей там нравится мальчик она бухнула и все я ему отдалась бесплатно я не проститутка то есть это на жизнь зарабатывать и жрать нечего а это делать не хрен ноги разделяет получается проституткой да вот как тогда вот проститутки это на и наименее как бы так сказать вот по мне так ну короче у меня не почти не вызывают никакого негатива то есть несчастные просто девчонки самые безобидные существа вообще это проститутки по сравнению с певцами с поэтами с художниками с режиссерами актрисами со всей этой мрази вы как-то раз заявили что вам стыдно за ваше прошлое да именно потому что она безбожная понимаете то есть я не был рабом христа я был рабом дьявола и мне стыдно что я был рабом дьявола ну потому что глупость вообще постыдная вещь идиот но вы согласны что вы в принципе достаточно популярная личность в россии да я популярно личность в россии это не признают не предмет гордости если он всякая стука всякой смолочь популярность что то что о том что вы ждаете гордиться я говорю о том что по сути вы искать что должны быть благодарны свои прошлым за вашу популярность но все таки ваше прошлое по сути сделал вас популярно кто вам сказал что популярность и достижение популярны нет лишней проблемы уверяют популярность это вообще она приносит много негатива например ты будешь все время себя контролировать больше чем если я не узнают на улице так-то до смешного доходит это найти всю жизнь этого этого это сильно портит жизнь личную жизнь это сильно порт поэтому там знаете он достиг там популярность популярность от проблемы популярность это то что данное уже есть вот это данное есть от нее никуда не денешься и поэтому как бы это та проблема с которой надо жить у меня просто некий диссонанс возник голове когда я понимаю что по сути вы стыдитесь его прошло я швашу объясняю что я стыжусь своего прошлого не потому что я был в прошлом не популярен а потому что я был безбожником я в этом плане мне стыдно перед богом и перед людьми что я не был христианином а сейчас я христианин и поэтому не за прошлое стыдно но это вот пока когда станете христианином вам будет стыдно что выходили с бритым лицом понимаете вам будет сына что вы там курили вам будет стыдно что вы читали толстого вам вот это все будет стыдно но это только тогда вам будет стыдно когда вы станете рабом христа до этого вам не будет стыдно и до этого вы ничего не поймете вам это будет непонятно непостижимо хотелось бы еще об одной истории поговорить в 90 по моему дай бог не ошибиться 93 год вы ездили в чеченскую республику джохару дудаеву тогда президенту ичкерии да и сказали что точную цитату не помню но были очень хорошего мнения о нем и пытались 70 всеми возможным методами с точки зрения вашей бирже алиса тогда помочь развитию его республики насколько это правда это чистая правда я действительно был у дудаева действительно чем мог готов был помочь республике но мы с дудаем на самом деле не понравились друг другу я думаю что политическое заявление у нас да это было политическое явление у нас на самом деле обоих ломания величия и когда два человека с маней величия встречаются у них возникают проблемы поэтому на туда и вам у нас не сложились а насколько это было закона абсолютно законно было в отличие от того что я сейчас произвожу натуральную продукцию что совершенно незаконно это было совершенно закона закона было помогать по сути сепаратистом да да это в рамках действующего законодательства был совершенно законно было огромное количество сделок с чечнёй чечни с другими странами валютные операции это было совершенно законно этим занимались и наше министерство и ведомство вы имеете ввиду приброска оружия например мнение оружием и не занимались никогда на счет оружия не знаю насколько закон незаконно не знаю а так вообще деятельность чечне было вполне все законно очень чем занимаюсь но у нас была организация бирж бирж и взаимодействие с европой в этом смысле с европейскими странами там была создана биржамина и она неплохо работала некоторое время так что я бежу бежу у деятельности занимался герой вович уже перемещаемся 21 век 2004 год выбора президента в какой цели ушли на них ну и еще вам вот объясняю что я был идиот но это вот иду это но я же ты бы это правдивое объяснение мотив мотивации поступка это может быть там для вас это какая-то основа объяснения а вот все-таки можно я думал что президентом выбирают понимаете а президента по потом оказавших как родители не выбирают да и я все думал что президента выбирают ну вот это результат и стратил огромные деньги чуть жизни лишился и бы только благодаря благородству владимир владимирович и его широкой душе он не стал мне мстить а так вообще конечно по-хорошему надо было мне голову оторвать зачем но из-за глупости манер говорю да конечно его поносил как кота помой но никто до сих пор сейчас ставит такой про него не говорит что я тогда про него вещал в эфире там где бы прямые эфиры были хорошо весело вы бы тогда стали президентом опять же это конечно слагательное наклонение историю это всего не любит на что в россии в россии не было по бортов потому что тогда мне уже хватало ума понимать что это массовое детоубийство вот абортов мне было с первого дня с первого дня не было в аборту за это было бы смертная казани или что да еще нет это просто бы не было я вас уверяю что при ресурсе президента запретить где-то убийство это щелчок пальцами но я тогда не знал что россия колония я тогда этого не понимал я не знал что руководят и руководит лондон и поэтому у меня была такая иллюзия но и даже если представить себе что я бы в условиях колонии таким чудом бы стал руководителем я бы конечно первое что сделала запретил аборт несмотря на не на все последствия страны лондона то есть вы хотите сказать что даже сейчас мы являемся колонии запада мы являемся не колонии запада мы являемся колонии лондона это четко понимает никакой не америка конкретная власть метрополисе и планы вообще я неправильно вам ответил на вопрос если бы я стал президентом сейчас был и с такой головой который у меня сейчас я мне то что там аборт запретил об сразу бы вырубил электричество во всем мире потому что гору хватило бы вот так вот на весь мир в течение там недели вырубить электричество у нас же прекрасные службы такие как главное разведывание управление что им там это электричество вырубить лэп обрезать делать нечего приказа нет а так уже бы все потухло бы и люди бы очнулись и как вообще с жуткого похмелья расходились бы из городов приходя в себя и заводя свои крестьянские хозяйства вы из прокуратура конечно нет даже в 90-х даже в начале 90-х даже в начале 90-х а из чего-нибудь другого стреляли нет хорошо вернемся это 2004 год вы приезжаете на звонегородское шоссе насколько я помню сначала насколько сложно отдался этот переезд какой год я переехал в мажайский район это до минское шоссе насколько дался сложно это переносли на семье переезд дался сложно это была ломка практически после жизни на рублевке жизни в глухом лесу это было очень сложно причем сначала переехали в деревню там где вырос вот в астафьево когда замечание 1 короне и там прожили наверное две недели ну там настолько бодрятский был пример для детей мат перемат пьянство фигасу такая современная вымирающая деревня которая очень отличалась от того что я помнил в детстве и мы свалили оттуда в лес просто чтобы детей не калечить плохим примером у нас маленькие тогда сергий ему там было не знаю сколько ему там еще говорить практически не умел он сразу заматерился сразу настолько и мы сразу переехали настолько полного сидел на заборе слушал когда яркость туда-обратно ходит с фермой обратно и матерятся вы благодарны владимиру путину за тот урок если это можно назвать уроком который он вам преподнес он мне преподнес урок великодушия он не стал мстить за то что его по всяческой поносило оскорблял с экранов во время той вот предвыборной кампании 2004 года кусочек предвыборной кампании потому что меня не зарегистрировали кандидатом последний момент да но я успел по выступать там еще было все-таки несколько недель до этого вы поддерживаете его сейчас на этот вопрос вопрос поставлен так неправильно и так неинформировано что на него надо либо брать либо не отвечать настолько вопрос не соответствует реалиям сегодняшнего дня просто он абсурден поэтому я на него не отвечаю я задумался если возможность какая-нибудь ответить на такой извините глупый вопрос и понял что нет возможности нет то есть ответ невозможно ваше отношение к тому что сейчас происходит на донбассе мое отношение изменилось я считаю что это российская территория что это русская земля это киевская русь это это даже границ киевской руси и владимирской руси московской руси это русские люди это один народ никакие не братские народы это провокация геополитическая которая затянулась сильно затянулась я считаю что она преступность сильно затянулась и конечно должно быть одной стороной безусловно и если мы себе представим что завтра вырубили электричество наконец это конечно будет одна страна то есть без электричества всей этой дури не будет потому что все это видеоряд для телевизора то что называется войной в донбассе и то же самое что другие локальные конфликты это видеоряд для телевизора то есть вы имеете ввиду что если бы телек не говорил людям да конечно это вдалбливает день за днем и год за годом со стороны россии со стороны украины ненависть друг другу двум частям одного и того же народа но и дебилы телезрители друг друга начинают ненавидеть закончится ну по-хорошему когда вырубит электричество причем это может сделать даже локально в режиме украины я предлагал и когда только начался этот конфликт так называемый я предлагал обрезать лэп и писал открытое письмо но есть в интернете полевым командиром что вы чего ребята вы чем занимаетесь у вас чего изолятор разбить не можете на лапах и все конец войне вам чего война нужно или чего если не нужно идите бить изолятора но никто не разбил изолятор убивали друг друга и убивают бомбят обстреливают артиллерии что угодно изолятор и трогать нельзя верим больше вас есть места в рай попасть да господи помоги спасибо вам большое на славу боже и в конце можно какое-нибудь небольшое но очень важное пожелание для всех наших зрителей самое важное пожелание для всех вас дорогие зрители кто не христианин становись христианами для девок желаю найти христианина жениха во временной жизни вот такой вот из оперативных пожеланий самое важное я желаю вам всем скорейшего отключения электричества на планете иначе кирдык всего вам доброго конкурс книга от германа стерлигова инструкция по созданию своего крестьянского хозяйства чтобы выиграть ее подпишись наш канал поставь ролику лайк но это еще не все вторая часть конкурса у нас в инсте поэтому подписывайся ссылка будет вот здесь подписывайся Продолжение следует...